Здравствуйте. Ключевой момент. Мощность реакторов проекта 627 была куплена ценой безопасности и надежности. Соединенные Штаты запустили в 1954 году первую атомную подводную лодку «Наутилус», которая произвела фурор. Реактор позволял работать под водой в течение нескольких месяцев. В следующем году Союз начал строить свою собственную атомную подводную лодку, проект 627, класс НАТО «Ноябрь». Результатом стала лодка с преимуществами по сравнению с американскими конкурентами, но она также продемонстрировала тенденцию к авариям, которые могли бы стать постоянными для растущего советского подводного флота во время Холодной войны. Головной корабль проекта 627 «Ленинский комсомол» был спущен на воду в 1957 году и совершил свой первый выход в июле 1958 года под командованием капитана Леонида Осипенко. Конструкцию реактора создавалась под руководством известного ученого Анатолия Александрова. Корабль водоизмещением более 4000 тонн и длиной 107 метров. К-3 быстро продемонстрировал необычайную автономность атомных подводных лодок, отправляясь в двухмесячные подводные походы. В 1962 году он стал первым советским судном, которое совершило поход на Северный полюс, в то время как родственное судно К-133 стало первой лодкой, которая пересекла пролив Дрейка, во время автономки продолжительностью 52 дня. Вскоре к К-3 присоединились еще 12 кораблей пересмотренной конструкции, проект 627 «Акит», отличающихся выпуклым куполом эхолота под носом, а также один прототип проекта 645, работающий на экспериментальном жидкометаллическом реакторе ВТ-1 с большей энергоэффективностью. Лодки были отправлены в 3-ю и 17-ю дивизии Северного флота, хотя позже четыре были переведены на Тихоокеанский флот транзитом через Арктику. Реакторы проекта 627 были более мощными, чем их американские современники, разгоняя субмарину до 30 узлов. Однако они были очень шумными, что делало их легко обнаруживаемыми, несмотря на использование скрытых винтов и первого антисонарного покрытия. Мощность реакторов проекта 627 была обеспечена за счет безопасности и надежности. Недостаток радиационной защиты приводил к частым болезням экипажа, и многие лодки в течение срока эксплуатации испытывали сбои в работе реактора. Это может объяснить, почему СССР отправлял проект 641 вместо кораблей проекта 627 во время кубинского ракетного кризиса, несмотря на то, что дизельные лодки должны были всплывать каждые несколько дней, и по этой причине их гоняли американские патрульные корабли. На самом деле, некоторые считают, что частые бедствия на борту лодок проекта 627 отражают не только технологические недостатки, но и слабую культуру безопасности советского флота, с чем я категорически не согласен. Несколько примеров аварий. 13 октября 1960 года, разрыв теплоносителя, разорвавшаяся паровая турбина чуть не привела к расплавлению реактора. Экипаж смог установить аварийную систему водяного охлаждения, но получил облучение. В феврале 1965 года радиоактивный пар взрывался в двух отдельных случаях, пока один из кораблей проходил дозаправку на базе. Ремонтные бригады неправильно диагностировали последствия первого события и следовали неправильным процедурам во время второго, в конечном итоге были вынуждены покинуть помещение реактора, что привело к возникновению пожара по всему кораблю. Одиночная лодка проекта 645, авария на реакторе 24 мая 1968 года в Баренцевом море, несмотря на предупреждение экипажа о том, что реактор испытал аналогичную неисправность в 1967 году. Ремонт корабля в конечном итоге оказался слишком дорогим, поэтому он был затоплен в степовой бухте на глубине всего лишь 33 метра. Лодки этого класса, начали выводить из эксплуатации в 80-х и начале 90-х годов, а не раньше, когда они стали причиной нескольких трагедий. Поскольку на смену Союзу пришла экономически нестабильная Россия, многие выведенные из эксплуатации атомные подводные лодки были оставлены ржаветь с их ядерными реакторами на борту. Международные спонсоры выделили 200 миллионов долларов на утилизацию в 2003 году. Это всего лишь некоторые аварии на судах проекта 627, еще больше произошло на подводных лодках других типов, оборудованных такими же ядерными реакторами. Но подводные лодки сами по себе высокоопасный вид вооружения. В заключении хочу сказать, что подводные лодки проекта 627, возможно, не были особенно тихими охотниками, но стали прорывом в обеспечении глобального охвата акваторий советскими субмаринами. Они также дали болезненные уроки, которые были оплачены человеческими жизнями, ранениями, показали риски, связанные с эксплуатацией ядерной энергетики, и высокую цену, которую нужно платить за технические ошибки и посредственный контроль процедур безопасности. Всем добра, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.